Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, вы на канале Мотохайкер. В сегодняшнем ролике поговорим с вами об Андрее Скутерце. На днях я посмотрел видос мото-дальнобоя, где он рассказал про ситуацию с Андреем Скутерцом. В общем, Андрей Скутерец снял там обзор на Avantis мотоцикл. В итоге фирма Avantis его засудила, потому что обзор был как бы не в пользу Avantis. Поэтому Avantis расстроился и засудил Скутерца. В общем, видос Скутерца начинается с того, что вот он такой рубаха-парень, весь свой в доску, честный, откровенный. Я с этим спорить не буду, потому что я не хочу спекулировать на эту тему. И в его видосе есть кое-какое противоречие, которое меня как бы наталкивает на определенные мысли. Я сейчас объясню, что я имею в виду. В своем видосе клоун сдался на пятой минуте 28 секунд, то есть тайм-код 5.28, он говорит следующее. Мотоцикл Avantis у меня оперативно забрали. То есть смысл был того, что он бы выиграл суд, если бы он являлся каким-то экспертом или бы привлек со стороны какого-то независимого эксперта, который бы письменно подтвердил все косяки этого мотоцикла. Тогда было бы это как бы аргументировано все. Но так как после обзора у него оперативно с его слов забрали мотоцикл, он сделать этого не мог. Ладно, допустим. Проходит еще буквально там секунд 30, около того, тайм-код 5 минут 44. Он говорит, мотоцикл, который я купил. То есть когда он извиняется перед Avantis, он говорит, что мотоцикл, который я купил. То есть на свои деньги. Теперь у меня вопрос. 20 секунд назад ты говоришь, что у тебя его забрали, а потом ты говоришь, что забрали как бы купленный мотоцикл. Вот в этом месте я не совсем немножко понимаю, об чем речь. Может я что-то действительно не понимаю. Потому что если я за свою Honda отвалил энное количество тысяч евро, и даже если я потом что-то скажу на Honda, скажу там вот мне не понравилось, там то, сё, если они даже расстроятся, как это значит они придут и заберут у меня Honda? Ну в такой ситуации я их просто нахуй пошлю. Это мой мотоцикл, потому что я его купил. Поэтому в данной ситуации что там у скутерца происходит не совсем понятно. Потому что такое явное противоречие. С одной стороны у него его забрали, и он не смог сделать экспертизу. С другой стороны он его купил. Как это понять? Конфискация имущества или что тебе по суду было? Так получается забрали-то у тебя до суда. Как-то не вяжется. Вот собственно такой вопрос. Я этот вопрос естественно задал сначала в комментариях у Андрея Скутерца. Без всякого подъебона. В общем, ну просто спросил, может я что-то действительно не так понял. Он мне не ответил. Ну я понимаю, там комментариев у него под этим видосом очень много. Уууу, там 4198 комментариев. Естественно, он его не увидел. Это по-любому. Даже если видел, я просто представлю на такое количество комментариев отвечать. Это будет жопа. Так вот, поэтому, если Андрей Скутерец увидит мой видос и сможет дать какой-то внятный ответ, пояснение на эту ситуацию, потому что меня терзают смутные сомнения. Наверное, как и многих его подписчиков. Я сейчас ничего не хочу сказать негативного против него. Но вот если он даст внятное какое-то объяснение, или мне в комментарии ответит на этот вопрос, или в каком-нибудь видосе, то я с удовольствием удалю, ну не с удовольствием, но удалю это видео. Дабы оно не порочило честь Андрея Скутерца. Ну, а если, если, ну, ответа не будет, соответственно, не вижу смысла прятать этот видос, потому что, ну, не знаю. Я, как бы, отношусь к Андрею нормально. В принципе, у меня нет к нему никаких, там, негативных эмоций. Вполне нормальный парень. Ну, вот как-то так, ребята. Ладно. Я надеюсь, у нас подписчики пересекаются. Ему там, может быть, кто с ним общается, лично, может быть, скиньте ссылочку на мой видос. Просто интересно, любопытно. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вилли. Вы на канале Мотохайтер. Блядь. Хайтер, я сказал. На канале Мотохайтер. Во. Блядь. Как так? Ладно. Все. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну, а мы с вами увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...